Всем привет! В данном видео давайте поговорим о том, почему в разных традициях, в основном это восточные, принято такое почитание к учителям, к старшим духовным наставникам, в целом к духовным наставникам, что люди, когда можно человек, к примеру, провести на телеге, я образно говорю, ставят палактин, туда ставят учителя, палактин такие носилки, где вчетвером несут, на плечи ложат и жерди, и несут, да, и вот обязательно туда ставят учителя, садят учителя и с ним куда-то идут, либо моют ноги учителю, либо кланяются, там, дотрагиваясь до ступней, вот, мне раньше это было непонятно, и, скорее всего, это была какая-то определенная гордыня во мне, я вот так на это смотрел, вот, кому-то, к примеру, там, помыть ноги, либо встать на колени, вытянуться в полный рост и, там, дотронуться до ног, ну, это в восточной, в основном, традиции, да, либо зачем тащить вот этот палактин, носилки с учителем, когда, ну, можно его, там, запричь коня и на телеге с конем его увезти, да, и мне было вообще-то непонятно, что за какой-то фанатизм, ну, и в целом, я думал, ну, можно просто поблагодарить, зачем так вот люди такое прям делают, и я потом понял, со временем в этом есть определенный смысл, вот, почитав книги, почитав джатаки, буддийские разного рода тексты, я понял, почему люди так делают, сейчас вам об этом поведаю. В джатаках, в буддийских книгах, есть книги, посвященные тому, как люди в одном воплощении были людьми, ну, также буддийские, это определенное направление, по-моему, есть книги, где описывается, как люди стали голодными духами, то есть это более худшее воплощение после людей за какие-то свои проступки, а есть книги, где описано, почему люди после человеческого воплощения родились богами, и вот там кто-то из монахов, в основном буддийских, ведет диалог с ними, там обычно это боги, богини, женщины, мужчины, да, женская и мужская обитель, и вот спрашивают у богини, почему ты родилась в таком воплощении, кем ты раньше была, что послужило причиной вот такого воплощения, ну, и она начинает рассказывать, что обычно она сделала какое-то хорошее дело в отношении монаха какого-то, либо какого-то святого человека, то есть она что-то ему дала, пожертвовала, либо, к примеру, отдала последнее, но чтобы он покушал, либо постелила какую-то ткань, чтобы он сел, вот, и этим самым сделав, ну, по сути, такое очень легкое действие, да, но в отношении нужного человека она заработала большие заслуги, и благодаря ему, благодаря этим заслугам она родилась в мире божеств, божественном мире, вот, и мы же сейчас говорим о таких более восточных традициях, хотя в христианстве на Западе тоже есть, я видел, что люди ходят на коленях, целуют руки, ну, христианским священникам, да, вот в православии в частности, вот, ну, тоже ведь такая традиция вот есть, но мы сейчас говорим про Восток, так вот, и я понял, почему эти люди стараются помыть ноги, понести полоктин, либо как-то вот услужить учителю высокого уровня духовному практику, вот, их действия исходят вот с той логики, как было описано вот в этих буддийских книгах, про которые я вам говорил, где женщины за небольшие заслуги, за то, что постелили что-то, либо там угостили едой какого-то монаха, либо святого человека, родились на небесах, они делают это из этой же цели, то есть они стараются как-то послужить очень святому человеку, чтобы также получить вот эти вот самые заслуги, чтобы благодаря им у них была благая карма, и они родились в небесных мирах, в более высоких мирах, то есть тут идет именно вот такой смысл этого, то есть поэтому люди берут воду, моют ноги учителя, мы его таскают полоктин, стараются сделать какие-то подношения, кстати, сейчас очень много буддистских монастырей с очень хорошим, красивым ремонтом, вообще там идеально вычищенных, то есть это вот как раз таки те богатей, да, богатые люди Востока, тем более сейчас Китай, тут же Таиланд, Малайзия, они довольно-таки богаты, они вот стараются таким образом инвестировать в какие-то религиозные сооружения, чтобы тоже наработать себе благую карму, вот. Так что если у вас будет возможность сделать что-то подобное в отношении какого-то человека духовной традиции, которую вы придерживаетесь, да, но именно того человека, который, по мнению большого количества людей, является святым, да, то вы можете это сделать, если сделаете, как следствие заработаете благие заслуги для вашего дальнейшего перевоплощения, в целом это накопление благой кармы. Вы просто из моего вот видео посмотрели, теперь знаете об этом, знаете, как это работает, и благодаря этому ваша жизнь в этом воплощении и ваше будущее воплощение могут быть более гармоничными. Благодарю каждого, кто посмотрел это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всего вам доброго.